всем привет с вами вновь андрей лов и давайте что-нибудь поделаем фотошопе вообще сегодня я хотел вам разобрать вот такую работу но мне буквально уже с утра массу сообщений и на ютюбе и в группе вконтакте ло вышел новый редизайн mail.ru давай запиши ролик что-то об этом думаешь посмотрела и на самом деле есть что сказать поэтому если мы сегодня дойдем до этой работы то в конце и разберем если нет то будет на следующий или уже следующий ролик так как на неделе еще планировал записать ролик именно по графике давайте разбираться сделал редизайн но по крайней так заявляет можно об этом прочитать вот по этой менюшке сразу скажу что мне здесь нравится потом расскажу что здесь не нравится они молодцы что все те блоки с которыми пользователь привык взаимодействовать они оставили ровно тех же местах где они были действительно здорово это замечательно я говорил и буду говорить что если вы ломаете логику взаимодействия пользователя с интерфейсом делать самое плохое что только можете вот человек уже привык вот так вот работать что у него здесь поиск здесь какие-то новости здесь у него менюшка которая связана с письмами здесь какая-то реклама и так далее вот это очень правильно не сделать теперь давайте разбирать что же они сделали неправильно и я вам покажу вот альтернативный вариант который опять же полчаса уделил что можно было бы сделать они вначале говорят о том что они изменили логотипа это здорово классно выглядит хороший знак хорошие цвета мне очень нравится и по идее они должны были пойти дальше они из этого визуального ряда должны были в том числе как-то сформировать интерфейс чтобы они как-то взаимодействовали гармонировали давайте мы все это уберем будем смотреть возьмем с вами давайте кисточку пусть это будет как раз синий кисточка сейчас я буду все черкать и говорит что же здесь не так когда делается какой-то редизайн в том числе в интернете у нас есть вопрос вообще зачем это делаем для чего но если нам заняться нечем ну наверно тогда все плохо надо всех увольнять либо если мы что-то делаем мы должны для кого-то это изменить сделать проще понятнее аккуратнее к слову они все то же самое написали в описании можете зайти здесь вот прочитать еще раз по ссылке там так и написано мы хотели сделать просто понятно аккуратно замечательно вообще не была ясная идея но у меня есть почта на мэйле почему современном мире не увеличить кегель всех текстовых блоков поколения растут более того в интернет приходят люди которые раньше вообще об этом не знали и очевидно первое что надо было сделать это абсолютно все блоки основные заголовки просто вещи как минимум один пиксель они этого не сделали поэтому это уже плохо далее пошли вещи которые мы с моей точки зрения просто несовместимы у вас есть какие-то контурные обводки которые вы делаете но при этом если вы наводите на блоки у вас появляется тени то есть это попытка совместить косметички зрения вообще два разных диапазона дизайна это выглядит очень криво очень коряво далее мне вот очень сильно не нравится вообще изначально то что здесь есть эта прямоугольная верстка я ее на самом деле обожаю но вы сделали вот это вот логотип вы сами задали себе некое правило по которому вы хотите чтобы дальше все развивалось почему бы везде не сделать скругление если здесь увеличить все видно что сделано скругление там в один пиксель и бет в два это выглядит очень странно на сто процентов масштабе это выглядит просто как обычные прямоугольники вы либо наоборот делайте все остро либо хорошо скругляйте почему не сделать пространство нормальный интерфейс то есть вообще непонятно опять же везде тесное расстояние между блоками хотя здесь расстояние хорошее по поводу выделения мне вот опять же неясная идея вы пытаетесь вот этот фирменный стиль показать у вас есть оранжевый есть у вас сиденья раньше у вас есть кнопка почему бы выделением делать не балдом а также вводить цвет этим самым можно было показать что вот вы вот это ваши два цвета ваш фирменных вас есть оранжевый встречается только в кнопке и я не понимаю почему теперь вот этот блок он как бы показывает непродуманность логики вы пытаетесь этот блок отделить от верхнего чтобы они как бы отличались идея это понятно вы здесь уже ввели систему которая отличает это подчеркивание и синий блок зачем здесь цвет вводить вы же наоборот сближаете два блока ставьте здесь нейтральным черно-белым здесь синий вы уже их разделите по кеглю здесь я сказал картинка хорошо является превью внизу вот то что опять же я этого не понимаю но ведь здесь обычный хороший строчный набор но для чего здесь делать заглавный букву в какому просто зачем все это сделано вообще непонятно внизу но мы сейчас тоже там до этого дойдем иконки неужели разработчики mail не могли нарисовать нормальные иконки под две валюты и в том числе под знаки ну что это за непонятные серьезные конки и с каким-то стабилизатор этим контурном они выглядят просто не беспомощно ну как будто просто взяли с хрипика какого-то и вставили ну или здесь уж и найти можно найти красивый пак иконок я вот правда но я их не стал вставлять но их поискал их полно на шаттер стоки и на фрипике или самим нарисовать опять же мы не разбираем весь интерфейс мы я только разберу правую часть иначе это просто тут можно ролик затянуть минут на 30 на 40 с правой стороны тоже вот могут вот эти кнопки мы сейчас до них дойдем вот эти вот тени с обводками это просто непонятно когда дизайнер не знает чему он стремится он пытается все что мне делать в программе визуализировать и он считает что это есть некий редизайн давайте посмотрим что лов предлагает и трон за полчаса это сделал может быть минут 30 у нас есть палитра цветов да то есть те цвета которые у нас нам предлагает они мне очень нравится очень классные синим желтым с оранжевым всегда хорошо сочетается дать посмотрим что можно было бы сделать сначала посмотрим отдельно а потом сравнение первое чтобы я бы делал разумеется я делал интерфейс для более ну вот для 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 сегодняшнего дня 2017 года то есть я просто везде бы увеличить кегель у меня основные блоки были бы 16 пикселей блоки 2 порядке были бы 14 пикселей все это уже хорошо да тут есть получается на проблема количество ну в данном случае я в ту же высоту что email все это верстал получается что количество информация количество новостей которые выводятся здесь будет меньше на 3 либо на 4 да в этом есть конечно минус но с другой стороны мы вы же стремимся какую задачу мы ставим перед собой вот я перед собой поставил задачу сделать более понятный интерфейс современному поколению в том числе тем людям которые приходят в интернет которым уже там не знаю 40 45 плюс и безусловно такой интересе уже выиграет да мне очень нравится этот синий цвет и оранжевый сделано здорово к тому что если бы система подчеркивания что мы обозначаем что то есть переходы либо это можно цветом сделать так и контакт делать это один из решений она правильно только непонятно зачем опять же при наведении делать это вот подчеркиваем чем которая ну прям просто к этому самому блоку текстом прилипает почему бы не вести вот это второй цвет у нас здесь идеально смотрится здесь мы цветом можем показать что мы уже здесь находимся в поиск в интернете при наведении 10 что игры при наведении будет желтой сразу это получается в том числе узнаваем всех двух цветов у вас логотип оранжевый у вас синий цвет они всегда между собой получается считаются так как вы здесь показывать вот это вот сочетание так она здесь будет то же самое давайте так вот поставим вот всегда в интерфейсе отлично будет смотреться почему решили пойти по другой логике вы ведь и подчеркивание сделать зачем просто делайте инверсию цвета при наведении далее то есть хорошее расстояние нужно сделать между блоками сделать большой кейли ну видите здесь правда одинаковая блок ставим но симулирую что будет на здесь где-то резаться потом не очень было ясно зачем вот здесь они этот блок обрезали то есть вот мы здесь наводим и нам нужно сделать клик кстати о чем я говорил в прошлом ролике многие не поняли когда человек взаимодействует с выпадающими он не должен делать лишний клик достаточно мышка навести блок уже должен открыться то что человек уже хочет понять что это такое он не должен делать лишний клик делать это очень легко то есть при наведении в этой области делать так чтобы блок открывался а почему не продолжить эту полу вообще? Зачем это скрывать? Да, вроде понятно, что вот в этот контейнер пытались все обрезать. Зачем? Почему новости не привязать к поиску? Чтобы вот они были раскрытыми. Спрятали три элемента рубрикатора, в котором нет никакого смысла. Просто берете и делаете абсолютно все блоки, вам не нужно ничего скрывать. Человек сразу видит всю структуру, по которой можно взаимодействовать. Опять же, если человек здесь наводит, хорошо, вы сделали вот этот вот синий блок. Хорошо, засчитано, сделано, классно. Ну, стандартная такая вещь по разграничению каких-то блоков. При нигде не можно подумать, либо появляться серым, либо, опять же, вот таким вот например, там, оранжевым. Ну, здесь я тоже бы сделал, наверное, подчеркиваю с каким-то цветом, да, может быть, с оранжевым. Что значит мы здесь выделили. Ну, кстати, здесь можно подчеркивать, даже вот опять же, если по той же логике мы и идем, его здесь можно сделать по себе оранжевым. То, что мы здесь выделили, да. То есть вот выделение. Чтобы везде была логика выделения, выделения, выделения. Почему нет? Далее. Делать больше просто расстояния, больше расстояния между блоками, дать больше воздуха. Сделать более пространственный поиск. Если это он так важен, это действительно очень важно, так сделайте это все так. Тот же момент, который там напишут, сейчас ищут, здесь написано, сейчас ищут двоеточие, здесь я сделал без двоеточек. Можно спокойно убрать весь этот разделитель в качестве двоеточия, так как вы уже разделяете цвет. У вас здесь и цвет один, и цвет второй. Они уже понятны, они уже разделены. Все, все понятно, все здорово. Теперь вот тоже то, что это уже второй раз, когда я зашел на этот сайт сегодня, видите, написано с большой буквы. Да, я считаю, это неправильно написать с маленькой буквы. Многие из вас пишут в запросе с большой буквы. И когда я зашел первый раз, там наоборот был запрос с малой буквы. Я по умолчанию здесь всегда вводил бы малую букву, тем более это бы, ну вот сейчас ищут, говорят, что-то я написал, а горячих девушек за 300, да, это видимо настолько я был удивлен в интерфейсе. Ну да, за 300 это мало, наверное, хотя может быть и такие есть, кто его знает. Пишите в комментариях, кто с какими сталкивался. Ну так вот, дальше, вот о чем я говорил. Зачем здесь вводить цвет, зачем здесь вводить синий выделение, если можно разграничить блоки. Здесь оставить все в цвете, а здесь оставить черно-белое, но с новой логикой выделения. Все, уже визуально блоки разграничены, они уже выглядят эксклюзивно. Здесь больше пространства, человек может здесь что-то ввести, свой запрос сделать. Картинка, опять же, картинка, вот, вы сделали логотип, почему все не скруглить, сделать хорошие кнопки с хорошими акцентами, со скруглениями. И это всегда есть, как бы, ну есть крайность, это полностью скругленная кнопка, крайность есть, когда у нас все квадратное, да, то есть у нас углы острые. Знаете, вот такое вот хорошее скругление, которое сразу видно считывается, и оно идеально гармонирует с вашим же логотипом, который вы сделали, почему надо было делать вот так, непонятно. Ну еще вот эта вот черная контурная обводка, для чего? Она выполняет функцию, надо просто ограничить блок, вот, чтобы визуально было понятно, что здесь вводится поиск. Это не более чем элемент, как некое подчеркивание, зачем выделять на первый план, просто это некрасиво элементарно, даже я такое слово могу подобрать, хотя я стараюсь всегда какой-то логикой опирую, но это просто странно, беспомощно смотрится. Дальше у нас идут перечисления, вот опять же подходим, для чего вводить заглавный бук, если все есть в красивых строчных буквах, ну сделай просто дизайнер или команды, менеджер, кто над всем этим работал, кто принимал решение, ну сделайте просто разграничение, вам достаточно ввести тот же серый и синий. Уже понятно, что это некое четыре блока, которые отличаются от основного, все уже выделение есть. Не нужно вводить никаких заглавных букв, не меньше тег не делать, для чего? То есть просто вот абсолютно простая логика. Вы же сами написали, мы хотим сделать максимально просто, и понятно, вы это не сделали, потому что вы неправильно поставили цель, которую вы хотите стать перед редизайном, и собственно вы ее не выполнили. Все дальше делается, внизу опять же вот Москва, там если навести, по идее там откроется pop-up, ну там ведется в новое окно, ну покажите это, что вот у вас есть подчеркивание, причем это ведь, ну не ссылка, там у вас pop-up открывается, можно галочку поставить, можно ее убрать, ну просто я показал логику, можно так и так. Далее внизу у нас хорошо кеглем выделяем мы здесь температуру, я здесь кружочек рисовать не стал, иконку нужно, безусловно, было также нарисовать в какой-то стилистике, то есть все вот эти вот иконки должны между собой по идее сочетаться в хорошем интерфейсе. Нужно было найти либо пак где-нибудь на шаттерстоке, если лень рисовать, либо самим отрисовать. Делаться нетрудно, ну буквально за час можно нарисовать там шесть-семь иконок. Здесь это не сделано, просто непонятно какие иконки, не ясно. Дальше разграничиваем, цвет сделали хорошо, то что понятно, что здесь что-то плюсуется, например, оранжево-красный минусуется, дизайнеры избегайте конфликтов, но как избегать конфликтов, если ты видишь, что вроде команда работала, они понятно, что не сделали, какая-то полная ерунда, серьезно. То есть просто нет мысли в том, что они делали. Оставили бы предыдущий дизайн, но он был абсолютно таким же, вы глобально ничего не поменяли, мысли нету. Здесь эти блоки в силу того, что кегель увеличивается, расстояние у нас, длина блока тоже увеличится, можно просто изменить баннеры. Ну либо если уже есть некие стандартные требования мейла по размещению баннера, можно было бы оставить один, второй поставить вверху, то есть друг на другом их поставить, тогда придется переверстывать, в том числе вот здесь в эти блоки. Ну то есть вот в этом можно было еще подумать, я просто их сделал чуть уже. В любом случае, здесь у нас опять же картинки, видите, они со скруглениями, то есть все в едином стиле получается. По поводу кнопки. Зачем перебивать основную вашу кнопку другой кнопкой? Да, вроде взгляд здесь смотрит вверх, здесь смотрит вниз, но вы все равно выводите правила, которые противоречат вашим основной системе вот этого акцента. Ну сделайте так, чтобы вот, уберите просто в контура, но здесь тоже, видите, правда, надо тут все играть, это быстро делать, надо тут немножко выровнять получается. Вот эти вот блоки, может даже, да, ниже опустить. Сейчас, поиграемся. Ну да, где-то вот так надо было сделать. Ну, это уж такие мелочи, простите, потому что быстро делаю все, какие-то смотрю. Вот, и в конечном итоге мы получаем совершенно другую, ну да, вот тоже вот эту галочку можно брать, в принципе, да, здесь не имеет значения, вот, можно поставить Москва с подчеркиванием. Причем, если вы человека какой-то выпадающий делаете, окно, где он выбирает, надо делать не подчеркивание, нужно делать именно с пунктиром. И если вы уж и делаете подчеркивание, ну зачем вы и так прижимаете к блокам, это же выглядит очень криво и коряво. Так делали лет 10 назад, когда, ну, по-другому просто не умели делать. Вы же делаете пространственные интерфейсы современной мира, это мир дизайна, где и стараются использовать пространство так или иначе. Так и здесь тоже можно использовать. И видите, оно, опять же, вот это подчеркивание очень выделяется. Если больше, где нет, введя его, мы дополнительно как бы показываем, что здесь что-то особенное. То, что отличается от всех остальных блоков, хотя вроде тоже синий цвет. И в конечном итоге теперь мы можем посмотреть с вами на отдаление, мы можем даже с вами совместить все эти два блока. Так, рядом. Поставим. Давайте мы здесь и логотип поставим внизу, чтобы это все можно было посмотреть, какой из дизайнов стремится к тому, что они сделали в графике. Да, давайте вот так с вами сделаем. Ну да, покрупнее. Сразу что мы видим, очевидно, ну нет, тут мне не нравится, тоже на логотип на себя слишком много внимания забирает. Мы сразу видим, что правый интерфейс, который я сделал, сразу выигрывает по кегелю. Он просто больше. То есть его проще считывать. Это уже плюс для большинства людей, которые сюда зайдут. В нем больше и лучше пространства. Здесь блоки разделены, они более пространственные. То есть блокам уделено достаточно внимания для восприятия. Больше расстояния, опять же, между границами какими-то. Кнопка более интересная. То есть она, опять же, более пространственная. Есть скругления, которые, ну, видите, у нас здесь логотипа не видно, но сочетаются, опять же, более-то интересно, чем могло, ну, чем было. Вы же и редизайн делали. То есть вы должны что-то сделать, что больше покажет какой-то вот непосредственно ваш фирменный стиль, какой-то бренд. А вы что сделали? Ну, то есть в чем работа? Я, честно, не знаю, сколько на это время они потратили. То есть вполне возможно, там основное время делалось каким-то техническим моментом. Я не знаю, чтобы на всех устройствах хорошо смотрелось. То есть может вообще на дизайн забили. И это очень странно. Дизайнер должен думать как дизайнер. Он должен разрабатывать визуальные ряды. А уже как это технически реализовать, это уже можно либо параллельно делать, либо на втором месте. Но сначала нужно сформулировать, что мы хотим улучшить. И да, этот вариант сделан не за полчаса. Я, может быть, посидев, подумал бы еще полчаса, какие-то еще вещи внес, но в любом случае я от этой системы бы не отошел. То есть увеличить кегель, сделать все более пространственно, сохранить основные элементы, добавить где-то оранжевый цвет, чтобы дополнительно постоянно было ассоциация между логотипом и синим цветом. Убрать все не должны какие-то вещи, сделать все более, как и написал руководитель этого отдела. Более просто, понятно, аккуратно. Ну вот у кого сделано более просто, понятно, аккуратно. С левой стороны, либо с правой. Ну вот опять же в комментариях вы можете, как всегда, писать. Это вариант номер один, это вариант номер два. То есть первый вариант команды Mail.ru. Второй вариант лого, который сделал за 30 минут. Но на самом деле еще полчаса, это будет готовая часть, вот я бы ее так бы и выкладывал. То есть я бы здесь иконки какие-то подрисовал бы, что-то там еще. Да, но в целом вот все готово. Странно, почему делают вот таким образом, когда стоит задача, неясная идея. Возвращаясь к своей основной теории. Если изначально мысли нет, можно дальше не делать. Нет мысли, мы делаем не пойми что. Есть мысль, мы стремимся к чему-то. И может это что-то кому-то не понравится. Но по крайней мере мы хоть пытаемся этого достичь. Ну и давайте, я не знаю, насколько у меня сегодня хватит. Все-таки давайте тоже эту работу быстро разберем. Такие работы часто попадаются мне в интернете, в всяких подборках. Люди там ставят лайки, репосты, ими там восхищаются, обсуждают, мне постоянно скидывают на оценку. Я такие работы, знаете как называю, вот эти работы очень эффектно работают с первого раза. То есть когда их смотришь первый раз, ты такой думаешь, вроде прикольно, да? Вроде как-то блоками, современненько, там черное, белое. Но стоит только начать разбираться в логике, а как следствие, как пользователь будет с этим взаимодействием разбираться, мы приходим к тому, что дизайнер здесь просто играет в программу. То есть он раскидывает блоки просто потому, что ему так удобно. Мы не будем здесь всего не обсуждать здесь, как по идее это было бы сверстно, и каким образом здесь под этот вот визуальный ряд был бы сделан какой-то адаптивный сайт. Мы это с вами не обсуждаем. Но здесь сразу гигантское количество проблем. Первое. Текст залезает на картинку. Дизайнеры обычно так делают, когда у них выхода нет, и они решают там проблемы слабого контраста. Здесь элементарно можно разграничить два блока. И в такой верстке я никогда не видел смысла. Не пять лет назад, когда я изучал дизайн, не сейчас, когда я там уже чего-то не перепробовал и в полиграфии. Такое вообще увидел первый раз, года два назад в полиграфии как-то или два с половиной. Потом он стал еще в вебе просачиваться. Это вообще, с моей точки зрения, просто безумие. Далее. У нас есть картинка, как основная часть всего этого дизайна. У нас есть здесь акцент. Он перебивается всем остальным. Здесь введена цветовая подложка, которая вроде гармонирует. Она перебивает взгляд от картинки. Здесь какая-то прозрачность введена. Тоже перебивает восприятие картинки. Внизу цвет перебивает. Ну и, конечно, элементы навигации, которые вообще... Ну, я думаю, тут вот этот весь блок будет менять в случае, если мы перелистываем. И получается вообще просто не пойми что. У нас есть дублирующие элементы. Здесь 0.3, здесь 3.4. То есть, если показаны слайды, что здесь у нас мы на третьем слайде из четырех, то как я могу в первый слайд перебраться? Непонятно. Если здесь написано 0.3, это означает, наверное, что третий слайд. Ну, мне так кажется, если я не прав, может меня поправить. А зачем тогда дублировать информацию? Здесь написано февраль 18-го. Здесь февраль 18-го. Дублирующие элементы для чего? Здесь есть уже показано... Дизайнер показывает, что у нас есть три блока, которые у нас скролятся сайты. Не знаю, это лендинг, либо просто одностраничник, который там подгружается. Зачем тогда дублировать внизу стрелку, показывать, что можно вниз. Так уже ты показал это. Дублирующие элементы. Слишком близко, опять же, подчеркивание здесь. Здесь все черное. То есть нет разграничений по контрасту. Какой вообще в этом смысл? Ну и как вишенка на торте, абсолютно неясная логика формирования основных блоков. Логотип справа ставим на картинке. То есть когда слайдер будет меняться, непонятно, как здесь будет смотреться блок. Все дизайнеры пытаются, наоборот, избежать того, чтобы какие-то блоки залезали на контент. Потому что если в слайдере контент менять, он может быть светлым, может быть темным, может быть ярким. И наоборот, чем меньше мы здесь поставим блоков, чем меньше мы себе проблем на дистанции сделаем. Здесь же дизайнер говорит, поставлю-ка я черный логотип. Вот здесь, потому что выглядит хорошо. А то, что там что будет меняться, да его вообще не волнует. Но при этом поиск мы ставим здесь влево. Логотип справа. Здесь рубрикатор к выпадающему меню. Здесь, в общем, не по ничто. И если дизайнер бы включил какой-то здравый смысл, логику, он мог бы получить абсолютно простой, понятный интерфейс. Вот как говорил руководитель Mail.ru, как говорит Ло вам в своих видео, в подкастах. Вот что можно было бы сделать. Потом сравнение посмотрим. Во-первых, нужно было просто упорядочить блок. У нас есть слайдер, у нас есть логотип, у нас есть рубрикатор с поиском. У нас есть, ну я так понимаю, это все относится к слайдеру, что здесь, например, Winter подключается. Там, например, у нас 4 слайда, да. Например, Summer может быть 5, там Spring у нас 3-4. И вот мы хотим сделать что-то интересное, красивое. Например, в слайдере это можно реализовать, что количество слайдов сделать не точками, не квадратиками, а вот как сейчас иногда делают, например, полосками. Они, знаете, по анимации цветом перетекают. И здесь, может, как раз было цвет золотой взять, ну, с верхнего, да, части, например, он есть. Почему нет? И вот он там перетекает. И в случае, когда мы получаем здесь какой-то другой блок у нас подгружается, вот у нас там этот цвет перетекает. Аккуратненькие элементы. То есть, 1-пиксельный получается элемент слайдера. Их можно уменьшить, либо сделать таким. Почему я сделал их большими? Они тонкие, они слегка серенькие. И да, на лоу-контрастной форме все равно читаются. И здесь именно получаются вот эти вещи дублирующие. Есть элементы интерфейса самого слайдера. Есть еще вот эти вот блоки, которые показывают, где мы сейчас находимся. И как раз в отличие от верхнего блока, здесь человек может всегда перейти с 4 на 1. Здесь, как человек может перейти с 3 на 1. То есть, технически просто здесь не реализовано. Ну и опять же, вот эти вот все блоки. Зачем эти полосы? Эта полоса? Эта. Для чего человек все это вводит? Плюс, more. То есть, вот этот плюс, что означает? Здесь что-то подгрузится, либо куда-то перейдем. Если перейдем, зачем тогда здесь плюс стоит? Вот здесь точки поставлены. Только обычно три точки ставятся. Ну, хочешь ты показать, что можешь дальше, ты просто напиши more. И сделай подчеркивание, увидит его второй цвет. Хорошо, у нас есть здесь заголовок. И здесь заголовок чем? Ну, я только знаю, если это все элементы здесь... Весь этот блок меняет вообще в том числе с заголовком. И может быть под заголовком в основном тексте. Так почему бы не оставить больше пространства, чтобы в случае чего заголовок просто не резался, не упирался? И самое главное, какой смысл здесь залезать на этот блок? То есть, наоборот, задача максимально высвободить контент, чтобы контент считывался максимально хорошо. В таком дизайне самое важное, это картинка. Все остальное, это не более чем элементы, которые ее обыгрывают. Здесь же человек максимально пытается загрязнить самое важное, что здесь есть. Это, ну, просто бессмыслица какая-то. Аккуратненькие блоки. Да, нужно ввести там заглавные буквы, потому что это вариатура. Хорошо, вводим здесь. Аккуратненько беленькие там кегли. Все поставили по краям. И даже если у нас там меняются картинки, они все считываются. Не с первого, порядка со второго. Так хорошо, мы их как бы поместили на контраст второго порядка. Они не нужны на первом месте. У нас должна быть картинка, должен быть заголовок. Все остальное считывается на следующих порядках. Да, я согласен, что можно пойти по понижающей. Здесь, например, у нас black, здесь у нас bold, здесь у нас regular. Хорошо. То есть, как бы скачем через один. Там может быть 7 и bold, да, там и так далее. Здесь, например, хотим опять же разграничить блоки. То есть, у нас они здесь есть. У нас есть почему-то один блок с описанием, есть второй. Если второй блок у нас не меняется, а статичный, так мы можем ее поставить здесь серым сделать. И тоже можем визуально показать, что этот блок важнее, чем правый блок. Тут все опять же логично. У нас есть логотип, у нас есть сгруппированный блок, есть рубрикатор, который опять же по центру идет слайдера. То есть, как бы видно, что он сочетается. Но опять же, я не понимаю, то есть, к чему вот это, вот как это взаимодействует на слайдер. То есть, менять ли он количество слайдов. Но я бы сделал, когда было бы прикольно, что по каждому из вот этих ключей у нас подгружалось бы новое количество картинок в слайдере. Дальше то же самое. Если мы хотим сделать эту вот систему того, что человек может посмотреть, сколько слайдеров, так почему бы сделать в стилистике всего сайта? Ну, сделал ты везде вот эти вот полоски. Я вот перерисовал эти иконки, хорошо зачитываются. Так сделай здесь вот такое же. Вот, какое-то перетекание. Но если ты хочешь поиграться во что-то новое, вот, везде это реализуй. Но здесь они более длительные. Если у нас количество слайдеров больше, можно прям вот эту ширину и оставлять. Они просто могут либо дробиться, меньше делать, либо наоборот, просто увеличиться. Видите, расстояние здесь больше. Ну, я думаю, больше там пяти слайдов вышивать никто не будет. Здесь четыре слайда, пятый добавляется. То есть пятая строчка. Они здесь вполне себе умещаются. Опять же, здесь. Да, мне нравится, что дизайнер не везде сделал подчеркнуть, только в одном выделении. Но тогда понизь ты цветом второго порядка все остальные, чтобы дать человеку еще лучше понять, что вот здесь мы находимся, здесь можно выбрать. Отлично. То же самое. Зачем вот эти блоки сделать черными? Выдели логотип. То есть в каждом каком-то логическом блоке по визуальному восприятию сделать что-то важное, что-то менее важное. Просто в легкий серый введение. Ну, зачем черный прям оставлять? Ну, внизу можно поставить иконки. То есть здесь, опять же, ни зачем не поставили на слайдере, вообще никакого в этом смысла нет. Все. И убрав все вот эти вот блоки, повторяющиеся, 0.3, какие-то полоски, какой-то цвет, мы что делаем? Мы сразу привлекаем внимание. То есть я знаю, куда вы смотрите. Вот вы зрители, и человек, который будет смотреть, он будет смотреть сюда, он будет смотреть на контент. А это то, что должен показывать данный сайт. Все остальное уже человек должен потом читать и так далее. Все это делать. Простая логика, простые вещи. Там, где мы можем как дизайнер выпендриться, мы что-то выпендриваемся. Все. И вот такие работы, которыми дизайнеры восхищаются, да, вот я смотрю, там их лайкают, непосредственно кидают. Так вы не смотрите на первоначальное впечатление, оно обманчиво. Вы судите как дизайнер, вы не пытаетесь ценить это как потенциальный клиент, которому придется с вашим интерфейсом разбираться. И когда только вы начинаете задавать себе вопрос, а почему человек это сделал, где в этих блоках логика все, все рушится, нет никакого смысла привлекать черными пятнами сюда внимание от контента, никакого смысла еще два пятна, никакого смысла перекрывать заголовком картинку и всячески мусорить ее и логотипом, и какими-то там иконками, какими-то полосками, дублирующимися элементами. Это абсолютно тотальная бессмыслица и тотальная импотенция по мысли в дизайне. Вот я лично за этот подход. Есть дизайнеры, которым это не нравится. Да я только за. Чем больше дизайнер будут вот такие вот визуальные ряды делать, тем мне проще, потому что мои клиенты, с которыми я работаю, они все этого не понимают. Потому что они тоже зададут вопрос, а ты вот это зачем сделал? А вот это ты зачем сделал? Как мне это объяснить? Я дизайнер, я так могу просто подвинуть на 20 пикселей выше? Ну класс. Нет, спасибо. Я лучше буду делать продуманные дизайны, которые отличаются мыслью и только потом реализацией. А не так, я знаю программу, неважно какую, Photoshop, Sketch, Figma, в какой вы работаете. Вот что-то подвижное, мы классное. Ну и в конечном итоге, да, я этот ролик закончу. Вот посмотрим опять же, то, что в этом гайде, который Мэйл показал, показал, что они там изменили. Вот в конце есть вот такая кнопка. Ну это как бы апоги, мне кажется, всего того, насколько команда особо не парилась по поводу того, что они делают. Ну тут в этой кнопке, вот с моей точки зрения, безусловно, вы сейчас можете оспорить, безусловно, пишите свои точки зрения. То есть я только в прошлом ролике сказал, что вы должны думать, вы должны критиковать, оценивать. Здесь абсолютное смещение блоков относительно высоты. Ее нужно выравнить, поднимать вверх. Не знаю, кто это сделал. Может быть дизайнер сделал правильно, верстальчик, может быть, накосячил. Суть дела не имеет. Скруглений хорошо, я бы их сделал больше, то есть согласно этим блокам, которые вот здесь у меня получились. Потому что мы с вами посмотрели. Тень, а зачем здесь эта тень? Она к чему? Опять же, что эта тень, здесь появляется лестничный ингредиент, он все портит. И опять же, если тенью вы эмулируете свет теневый рисунок, тогда и в кнопке он должен легкий тень, какая-то тень появляться. То есть как можно в таком блоке? Ну и вот эта вот ширина, которая очень сильно перевешивает высоту, то есть кнопка просто по ширине как-то доминирует, она просто выглядит несбалансированная. Ну, не знаю, для меня очевидно, что нижняя кнопка – это кнопка здорового дизайнера, верхнего нет, которая просто играет с программой, потому что он так хочет. И он не задумывается, что он делает. И поэтому я против таких визуальных рядов, я такое не делаю. И я это всегда доказываю клиентам, и клиенты всегда с этим соглашаются. И получается, есть два просто, ну, с маточки зрения, два глобальных диапазона вообще в разработке визуальных рядов. Первый мы делаем, как мы хотим, либо как умеем. Второй мы сначала думаем, потом делаем. Я всегда сторонник второго подхода. И если он кому не нравится, ну, что извините, все равно вы меня не переубедите. Я ваше мнение читаю, комментарии, но для меня они, ну, просто ваше мнение. Я его читаю, но свою картину ценности дизайна я не включаю. Я всегда буду стремиться к чему-то этому. Да, я буду перерисовывать, буду изменять, если мне что-то не нравится, переделывать, но я не буду усложнять клиенту восприятие блоков. Я не буду тем самым, с маточкой зрения, понижать конверсию. Конверсия скрывается за простотой, за понятностью. Если что-то непросто, непонятно, вы делаете конструкцию, человеку это просто наскучить, надоест, либо вы будете раздражать. Давайте сегодня этот ролик закончим. Видите, сегодня разобрались целых две работы. У нас получился и редизайн мэйла, ну, и вот такую, не знаю, можно назвать ее портфольной работой какого-то дизайнера. А, ну, даже какого-то. Вот я же там написал дату, вот видите. Это Бруклин О'Нил, да, или Анджей, не знаю, как правильно называть. В общем, это работа Бруклина против работы Лова. Нет, вот работа Бруклина, работа Лова. На сегодня это все. В очередной раз скажу вам свою мантуру. Сначала думайте, потом делайте. И вы, безусловно, будете прогрессировать в дизайне. И ваши работы будут осмысленные, как следствие, лучше, чем у других дизайнеров. На сегодня это все. С вами был Андрей Лов. Всем пока.